Всем доброго времени суток! С вами Сайлент Машика, и сегодня у меня для вас новости на 13 число, 9 месяца 23 года. Имеется свежий патч, который снова пытается чинить инкарнон Латрона Прайм, ибо не работал баф от сдвоенного касания. Также убрали лазейку для запуска миссии с данного пути без открытия этого режима. Раньше можно было присоединяться, если вас приглашал хост из Дэдзио. Совсем недавно люди жаловались на бесполезность прокачки мода быстрые пули, где бонус 9 и 10 рангов был одним и тем же. Похоже, что Дэдзио увидели такое обсуждение и добавили 1 единицу мощности ускорения для максимальной прокачки мода. Снова нерфанули заражение эксодии. Раньше можно было совершать подобие тяжелой атаки в полёте, что добавляло к снаряду отдельный множитель урона. Теперь это убрали, ибо не положено совершать тяжелые атаки таким образом. Затем уточнили нам заявление про удаление начального снаряжения с обновлением без надогаз. Речь про МК-1 оружие и повреждённые моды. Упомянули это лишь мельком, оставив много вопросов. Мол, что будет с текущей снарягой? Пропадут ли очки мастерства? И всё такое. Пока что нам подтвердили, что МК-1 пушки изымать не будут. Их лишь заменят на стандартные варианты для квеста призвора. Хотя помнится мне, что выбирать оружие дают не в этом квесте, а для пробуждения. В любом случае, МК-1 оружие можно будет купить в магазине за кредиты, чтобы получить очки мастерства за их прокачку. Однако о повреждённых модах не было подтверждения, что они в игре останутся. Призывают ждать дефстрим в сентябре, дату которого ещё не объявили. Плюс будет отдельная статья мастерской разработчиков на эту тему, тоже в этом месяце. Ситуация тут двоякая, ибо есть коллекционеры, включая людей, которые тратят ресурсы на прокачку таких агрегатов. Сами разработчики тоже это осознают, ибо добавили поддержку адаптеров Инкарнона. Да и характеристики учитываются отдельно от прочих вариаций. С другой стороны, для новичков пользы мало в таком оружии. Хорошо, что люди могут мгновенно купить разные оружие за кредиты, не дожидаясь их крафта, чтобы пробовать их в начале игры. Однако тратить ресурсы на них будет очевидной ошибкой. Получается некая ловушка для нубов, чтобы вытягивать и так ограниченные ресурсы. И всё же любопытно, что именно сейчас DE занялись этим вопросом. Быть может, готовятся для мобильной версии. Это объясняет прочие улучшения, типа автоматического ближнего боя. Напоследок есть дропы этой недели, предлагают забрать до 300 жемчужин на как и прочий декор. Всем всего, всем удачи и всем пока!